Мы у нас передачи про людей и фильм про людей, но у нас передачи есть кошки. Это Доня, да? Доня. Вот мы будем искать ей хозяйку или хозяина или хозяйку. Вот пока у нее дома нету. Вот она здесь просто будет присутствовать в качестве, надеюсь, что молчаливого свидетелем наша беседа. А не молчат, зато свидетели другие, о которых мы уже начали говорить. Обвинения в частности есть и такое. Появились новые персонажи, которых не было у Достоевского. Что на это скажет режиссер? А я встречное обвинение в невежестве. Вообще-то говоря. Ну, мы говорим про следователи. Да, да, да. Я понимаю, что про следователи. Я это слышал несколько раз. Во-первых, Федор Михайлович сам любил жанр детектива. О, да. Конечно. Да, конечно. У меня есть время зачитать две строчки? Да, легко. Поскольку я на память не полагаюсь. Это письмо 1872 года. Почитательница его таланта. Просит у него разрешение инсценировку сделать. И не какого-нибудь она, а бесов. Так. Что пишет Федор Михайлович? Я не возражаю. Я за правила взял никогда таким попыткам не мешать. Значит, есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет в себе соответствие драматургическое, пишет он. Как правило. То есть буквальное вот такое перенесение. Другое дело, если вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод для переработки драмы, или взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет. Я совершенно сочувствую вашему намерению и вашему желанию непременно довести дело до конца. Мне чрезвычайно лестно. Это Федор Михайлович Достоевский. Это письмо 1872 года, где Федор Михайлович дает инструкцию. В 2014 письмо Владимиру Хатиненко. Это сейчас. Это мне был подарок. Слушай, это же недавно, я его дней 10 назад тому получил. Даже хорошо, что не перед. Вот. Потому что в этом был элемент риска и так далее. Но это так обыкновенно при переводе с одного языка на другое, с языка литературы, на язык кино. Во-первых, расследование есть в финале романа самого. Нет фамилии Горемыкина, но Горемыкин конкретный следователь, который расследовал дело Нечаева. А, то есть это реальная фамилия, да? Это фамилия реальная. Это такой следователь с этой фамилией расследовал реальное дело Нечаева. Не знал, не знал. Вот. То есть там ничего такого взятого из головы нет. Это инструкция. Надеюсь, очень хорошо, что мы это в эфире озвучил. Это любой человек может править. Но теперь у меня есть желание это письмо вывесить в интернете, чтобы вот с этой частью невежества покончить. Я не говорю уже о других. Не поможет. Не поможет. Это не невежество. Это нежелание. Нежелание принимать какие-то вещи, которые очевидны для одних людей. У других людей они вызывают такую идею синхронизию. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.